Это была наверное самая моя непредсказуемая такая вылазка, где я в принципе планировал только приехать в село Ключевское, посмотреть как живут люди, что за поселок, что там вообще происходит. Ехал я через село Тугулук и планировал подъехать в музей камня, выставленный в свободном доступе, где каждый в любое время может его сам увидеть, посмотреть, даже притронуться к той старине, которая выставлена. Действительно прекрасные экспонаты, главное чтобы эти экспонаты сохранились для потомков. Хорошо асфальтированная дорога не предвещала никаких проблем, тем более Яндекс.Навигатор четко держал маршрут, подсказывая каждый поворот, каждое замедление. Все было хорошо, без каких-то вопросов и проблем. Природа своеобразная Ставропольского края, где можно увидеть и леса, и горы, и степи. Все это особенно в одном крае и является каким-то наверное действительно народным достоянием. Ну постепенно дорога начала портиться. Меня это не смустило, я думаю, ну в принципе не так и страшно. Думаю, вот-вот-вот-вот я доеду и ничего тут страшного не было. Я край обколесил, наверное, весь, весь проехал. Вот где-то в этом месте я увидел замерзшую ложу. Вот это меня действительно смутило. Ну решил про себя, что, наверное, селяне еще спят один. И я тут такое не сплю, поэтому ничего страшного. Ну когда вот в этом где-то месте Яндекс.Навигатор спросил, а куда мы едем и как туда проехать. Тут действительно произошло, думаю, ну ладно, ничего страшного, тут небольшой какой-то отрезочек, мы проедем. Но когда я выехал на вот это место, где машина просто начала ужасно носить, я не единожды с удовольствием езжу по грязи, ну на квадроцикле, не на автомобиле. И всегда со мной есть друзья, которые вытащат, даже если я застряну. А тут я был один, и Яндекс.Навигатор почему-то стал сомневаться в проложенном им маршруте. Вот это был действительно шок. Подъехав к этой луже, я действительно обомлел. Я понимал, что назад мне уже пути нету. До асфальта приблизительно 30 метров. И никто не знает глубину этой колеи. И пройду я или останусь в ней. Какой бы ни был джип, все равно, наверное, говорит, чем круче джип, тем дальше за трактором идти. Ну, здесь меня все повезло. Конечно, и Туго было ужасно. Под каждым крылом было больше ведра грязи. Ну, и тем не менее, я продолжил свой путь, приехав к намеченному пункту. Село Ключевское находится в довольно-таки красивом, живописном районе. И всем советую летом приехать. Просто посмотреть на природу. Красивая река, дугу, каскад пруду, который составляет очень... Летом будет очень красиво. Ну, а сам поселок, конечно, имеет довольно-таки удручающий вид. Сиреня по-чуть видно, что вымирает. По-чуть многие дома заброшены. Даже тот же клуб внешне вроде нормально выглядит. Более-менее ухоженный. Даже пластиковые окна, двери стоят. Но вот как-то нет той живой ауры, которая обычно всегда находится с этими объектами. Такой, где пребывает молодежь. А здесь такое впечатление, как будто вот он есть, и в нем люди не ходят в него. Просто вот он есть, как вот какой-то, наверное, памятник. Понравилось то, что могила наших павших солдат в Великой Отечественной войне находится в хорошем состоянии. Огорожено забором. Вот это, конечно, честь и хвала проживающим людям, которые ухаживают, благоустраивают. Это очень хорошо. Память должна в народе жить. И чтобы не повторилась эта история никогда больше. Смутило, конечно, то, что в воскресенье магазин закрыта, почта закрыта. В принципе, домов, всяких построек очень много заброшено. Но люди живут все равно. И, конечно, хочется им пожелать только процветания, счастья, любви. Чтобы у них все ладилось. А вам советую каждому не сидеть дома. Находить для себя интересные точки. Тем более, учитывая то, что Ставропольский край – это красивейший край. Будьте всегда в теме, интересны, путешествуйте. И будьте здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok